Что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера, произнес один из героев музыкальной кинокомедии «Свадьба в Малиновке». Звали его Папандопула, и был он адъютантом атамана бандитов Грициана Таврического. Почему я вспомнил эту известную киношную фразу? Потому что в Армении ныне царит ситуация, очень похожая на ту, о которой говорил Папандопула. Начну с того, что 7 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян провел четырехчасовую закрытую встречу с депутатами фракции «Гражданский договор» в парламенте. Рандеву прошло в широком формате, в нем приняли участие члены правительства, в том числе министр иностранных дел Арарат Мирзаян, два вице-премьера и другие. Как напоминают армянские СМИ на предыдущей встречи, состоявшейся там же, в том же формате, Пашинян сообщил депутатам о намерении подать заявку на то, чтобы стать кандидатом в члены ЕС, и поручил депутатам пойти, подумать и изучить ситуацию. В итоге оказалось, что более 30 депутатов выступили с речью, задали вопросы и выразили опасения. Согласно данным армянских СМИ, большинство пришедших на ту встречу выразило озабоченность возможными угрозами и развитием событий в связи с попыткой смены внешнеполитических ориентиров Армении. Некоторые депутаты сослались на секретаря совбеза Армена Григоряна, заявив, что он также спрогнозировал риски. У некоторых депутатов не выдержали нервы, и они прямо спросили, делают ли власти этот шаг против России или ради Армении, и что это принесет стране. То есть, даже внутри правящей партии и в руководстве соседней страны зреют панические настроения, от которых до измены и внутри политического шухера один шаг. В этой связи имеет смысл вспомнить о громкой отставке с должности посла Армении по особым поручениям Эдмона Марукяна. Он теперь не стесняется в выражениях, активно критикуя действия руководства Армении и чуть ли не обвиняя его в предательстве национальных интересов. Говоря конкретнее, Марукян объяснил отставку своими разногласиями относительно возможного принятия новой конституции и пересмотром основ государственности. Реакция на его выкрутасы со стороны правящей в Армении партии уже есть. А может, Эдмон Марукян готовится к выборам 2026 года, что я считаю нормальным явлением? Заявил в беседе с журналистами в парламенте 11 марта заместитель председателя постоянной комиссии национального собрания по вопросам региональной и евразийской интеграции, депутат от правящей партии гражданский договор в Агаршак-Акапян. То есть ряды бывших соратников Никола Пашиняна редеют, и объяснение этому очевидное. Марукян тоже обладает политическим чутьем и понимает, что страна находится накануне грандиозного взрыва. И вовсе не удивительно, что на этом фоне активизировался сам Вэл Бабаян, который до окончательного разгрома незаконного режима в Ханкенде рассматривал со властями Армении в качестве альтернативы Арайку Арутюнину и даже пытался договориться с Азербайджаном по вопросу разблокирования дороги Агдам-Аскеран. Так вот сейчас Бабаян пророчит, в случае неуступчивости Еревана будет новая война, к которой армянская армия не готова. Похоже, старый террорист тоже чует, что Армения находится накануне грандиозного шухера. Причем настолько он это хорошо чует, что уже заявил, армянский парламент не отражает общественное мнение, нужны новые выборы. Власть понимает, что она слабая, поэтому боится, не хочет идти на новые выборы, но альтернативы у нас нет. Нам нужно быстро пойти на новые выборы, надо понять, каким силам доверяет общество, чтобы они взяли власть и повели страну по одному из существующих путей, заявил Бабаян. При этом он сравнил армянский народ с мячиком, который передается от одного другому. Ребята, вас не будет на политическом поле. Политическое поле должно быть перераспределено, пророчит тот, чьи руки по локоть в крови мирных азербайджанцев. Он теперь заявляет, что действующая армянская власть вынуждает карабахских армян выйти на площади. Бабаян же констатирует, что 80% людей в стране живут в условиях бедности. В общем, если Бабаян на каком-то этапе был попутчиком Пашиняна и его команды, то теперь он решил стать июрьяным критиком. И это при том, что таковых в Армении и без Бабаяна хватало. Вот и глава демократической партии Армении Арам Саркисян, координатор движения «Вместе» привычно для себя изрек, что власти Армении продолжают делать то, что им указывают извне. По его оценке, Армения ныне не является суверенным государством. Мы должны добиться того, чтобы Никол Пашинян ушел в отставку сам. Это позволит добиться мирного изменения ситуации в стране, изрек он. И вот пришло уже сообщение о том, что движение «Вместе» 13 марта проведет в Ереване митинг. Об этом на встрече с журналистами 11 марта заявил член движения бывший премьер-министр Армении Гранд Багратян. Он пояснил, что митинг состоится на Площади Свободы, начало в 18 часов ровно. Багратян сообщил, что за это время представители движения провели множество важных встреч, в том числе в регионах. По его убеждению, смена власти в Армении назревает. Он призвал граждан стать частью этого процесса. Да, все предыдущие акции армянской оппозиции были очень малочисленными. Возможно, что и на сей раз митинг движения вместе будет не ахти какой массовой. Но совершенно очевидно, что подавляющее большинство граждан Армении заняло выжидательную позицию. Претензий к Пашиняну и его команде накопилось у них очень много, и люди ждут явных доказательств того, что грандиозный шухер в стране начался, и можно теперь стать его активным участником. Причем я вовсе не удивлюсь, если среди активных участников финальной части этих процессов в виде реально массовых акций протеста станут и вчерашние попутчики, союзники и даже пока еще действующие представители правящей партии. При таком развитии ситуации никакой Макрон Пашиняну уже не поможет.